Время фоторепортажа Причина была очевидной. Участников Великой Отечественной войны на площади было значительно меньше, чем два года тому назад. Невольно пришла мысль, что через несколько лет 9 мая на площадь не придет ни один фронтовик, и праздник победы будет другим, без слез на глазах. Прервется живая нить связи времен. И это основная мотивация того, что я стал регулярно встречаться с фронтовиками и записывать их воспоминания. Мои собеседники оказались не только защитниками нашей Родины, но и живыми носителями ее истории и культуры. Так и родилась моя книга «Солдатские рассказы». Из книги Николая Дындыкина «Солдатские рассказы» Екатерина Васильевна Халтурина всегда была девушкой с боевым характером, особенно на войне. Сначала на фронт забрали ее мужем. Он вскоре вернулся раненый. Екатерине Васильевне пришлось совмещать работу доярки в колхозе с уходом за мужем-инвалидом и учебой на курсах снайперов в районном центре. В 1942-м собрали девчонок со всей деревни, сделали им деревянные винтовки и начали обучать метко бить по мишеням. Прежде никто из них оружие, разумеется, в руках не держал, а через полгода одели в шинели и отправили на фронт в женский полк. Екатерине Васильевне не довелось стать снайпером. Девушке выдали более массивное оружие и направили в пулеметную роту. Таскала пулемет с 32 килограмма за крошкой, а была первый номер. В 1942 году была зима. Морозное 20 градусов, 28-30 градусов. А мы только позавтракали. Оба выдали. 36 градусов без сапожки. Вот мы весь день после завтрака, до обеда весь день мы на улице мерзли. Ну, занятия, конечно, гоняли нас. Вот ты что ходишь, не чувствуешь, ноги-то как на палках сходишь. Не ноги, а чувствуешь, а как палки. Потому что все проборожены. 36 размер сапожки. Дальнейшую службу Екатерина Халтурина проходила в освобожденном Смоленске. Девушку направили на охрану секретного склада. В мае 1944-го немцы подвергли город массированной бомбежке. В то время, пока снаряды падали на пробудившийся от оснаночной Смоленск, и все жители спешили укрыться в подвалах, молодая пулеметчество не сдвинулось с места. Она не боялась смерти. Екатерина Васильевна не хотела пропасть без вести. Мне сказали в бомбообежище. Я не пошла, я боюсь, что если меня убьют, значит, меня там не узнают, что я убита. А думаю, я где так убьют, так хоть сообщат домой. Мы сначала прижались к домику, как дорога, дорога центральная, машины ходили. И тут какая-то домешка, как сарай. Я приезжала, спрежала, прибежала, а там крыши-то нету, только небольшой этот навес. А они навешали зажигатели бомбы, такие, как и фонари. Вот там стоим, меня там из самолета, меня вижу. Вот вид такой. Ну, светло, как днем. Где им не надо было бы обмитения, намешали эти фонари. Ну вот, когда меня ранило, туда-то я иду. Когда от берега-то муж успокоился, вроде здесь разлетало. Мы идем от берега, и девчонки говорят, прохачу, а тебя ранило? Я говорю, какое ранило? Меня, говорю, земли комок, наверное, на него стукнуло. А рядом бомба упала в реку. Прямо даже вода колыхалась, близко. И мне вот осколок-то прийтили. Мне, правда, это... Так у тебя как дыра в шею ли-то? Я говорю, как дыра? Посмотрели, у меня даже кровь. Я говорю, меня это только комком земли ударило. Мне не больно, сколько. Из книги Николая Дындыкина «Солдатские рассказы». В той бомбежке Екатерина Васильевна получила два осколка в область поясницы. Некоторое время она провела в госпитале. Ехать туда Халтурина не хотела. «Подумаешь, царапина», — говорила она. Лечиться бойца отправили насильно. А после из пулеметчицы пришлось переквалифицироваться в связисты. С этой минуты Екатерина Васильевна ежедневно слышала в наушниках противный свист пуль и снарядов. Наши дивизии тогда продвигались настолько быстро, что нередко в их тылу оказывались разрозненные немецкие отряды. Советские войска в день преодолевали по 30 километров, а то и больше. Также стремительно от фашистов была освобождена территория Польши, а после направились в сторону Берлина. Весь этот путь прошла Екатерина Халтурина в составе 174-го стрелкового полка. Больше всего она запомнила, как солдаты форсировали одр. За этот переход связистка Халтурина получила медаль «За отвагу», что среди женщин-бойцов — большая редкость. Еще зима была тогда. Танки, конечно, не могли проходить. А этот переход вышли, пули свистят, стрельба оттуда и отсюда, и поймешь, что оттуда, но все же перешли на ту сторону. Пальду еще. Я не знаю, я всю жизнь изжила с детства, я сильно боялась грозы. Сильно, как только загребит, я уже все закрываю, сразу лежу на пол, закрываю глаза и не смотрю. А там я что, пошла девчонка, у меня никого не было. Только дома родители сайза, там сестры, брата. Брата убили одного в Польше, другого в Волкограде, в моряково привезли с Великого Востока. У меня никого не было. Я почему-то не думала о смерти, что. Ну убьют, убьют. Только чтоб домой позвонили, вот ничего, знай. Чтоб домой сообщили. Вот я что-то переживала. Однажды на передовой, не выдержав звуков стрельбы в наушниках, сбежал на парни. А юная связистка своего поста не бросила. И до конца боя Екатерина Васильевна обеспечивала связь одна. Но тем случаем она сегодня смеется. Тем более в другой раз, когда Халтурина была на грани жизни и смерти, товарищ Радис боевую подругу спас. Это было ночью, когда советские войска, продвигаясь вперед, неожиданно столкнулись лицом к лицу с немцами. Старба началась. Это, ну, культурный солдат, вот эти, радисты шел, мужчина. Он это как меня столкнул. Я не понимала, что это я так, что первый раз такое-то у меня получилось, что ж. Прямо лицо стреляет. Он меня как спотнул, сказал, ползи давай. А там немецкие тоже окопаны, окопаны. Там большие, большие. Когда встала света, то вдруг самолет, зашушал самолет. Я обрала, слава богу, думаю, в душе это молчу про себя, что самолет дальше будут бомбить. Я погляла, летит скрест там немецкий самолет. Он летал в разведку, делал, там же эти, эти окопы все. Вот он летал в разведку, но наши-то тоже стреляли, но чего-нибудь не могли сбить. Он летал, и потом после этого, вот, снаряд летит не так страшно. Он летит, где-то вот, куда упадет, не знаешь. А мина, с миномета стреляет, эта мина, она попадает в прямое попадание. Она уж упала, значит, она уж упала, то она, значит, куда-то вот не стоп. Как-то там пошлось, опять хорошо. Из книги Николая Дындыкина «Солдатские рассказы». Женщины на войне не только не уступали сильному полу в смелости, но и несли все тяготы наравне с мужчинами. К жизни в землянке без малейших бытовых условий они привыкали быстро и никогда не жаловались. Поэтому, когда Екатерина Васильевна оказалась в Германии, где взвод квартировался в немецкой семье, связистки было не по себе. От непривычной обстановки. Впрочем, на мирных жителей Германии обиды, а уж тем более ненависти к ним, бойцы не держали. Уже после войны девушкам захотелось сделать снимок на память. Фотографировались красноармейцы на квартире одного из немцев, а за фотокарточку Екатерина Халтурина честно расплатилась продовольственным бойком. У него в квартире. Ну что, немцы, люди такие же как люди, только они говорят, что он уж не знаменит, что так. Ну вот, теперь вот эти... А тут мы фотографировались опять у немца. Это нас двое, что ли. Я одна там есть фотографировалась, это тоже у немца. Просто так, на улице. Тоже что отдать, ничего не... Чего отдашь? Кузок хлеба. Хлеб отдавала, а где денег-то? Какие деньги? Хлеб был. Поехали. Дойти до Берлина Екатерине Васильевне не довелось. Хотя, как и многим бойцам Красной Армии, хотелось. Особенно увидеть родное красное знамя над Рейхстагом. Свой боевой путь отважная связистка закончила на Эльбе. 9 мая она встретила в небольшой немецкой деревеньке. Отметили заслуженную победу солдаты по-скромному. Хотелось побыстрее вернуться домой. А мы же тут в деревне, в Немецкой жили. Там кричали победа, душ, вот что, конечно. Как же не радость. А там еще наши-то и воевали еще. Что, солдаты как отмечали? Ну покричали, порадовались. И все. А что, как, какая радость? Война кончилась. Дубой, которые стали нас, я думаю, отпускать. Куту их старших тогда, с каких годов, по-моему, уже оставляли. Тогда формировали уже части, которые там остались. Меня так там оставляли, чтобы я работала. Мне ни в какую не осталось. Работать, просто в части работать. При дивизии, при полку не осталось. Пусть плохо, да дома. Из книги Николая Дындыкина «Солдатские рассказы». После войны Екатерина Васильевна Халтурина выбрала более мирную профессию. Много лет она проработала кондуктором. Впрочем, и здесь боевой характер Екатерине Васильевне очень пригодился. Особенно, когда приходилось иметь дело с зайцами. Сейчас отважной связистке 94 года. Она по-солдатски держит осанку, в войне с годами явно побеждая. При каждой встрече с Екатериной Васильевной я невольно вспоминаю знаменитая Некрасовская. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И не перестаю удивляться внутренней силе и красоте простых русских женщин. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ